И точно белый лепесток на паутине замирает, Пригретый солнечным теплом. Сегодня так светло кругом. Его произведения действительно оказались за пределами Серебряного века. Он жил, как чувствовал. Как чувствовал происходящее вокруг него, так и писал, усугубляясь в серьезные социальные проблемы своей страны. Творческий путь выдающегося русского прозаика и поэта конца 19-го, первой половины 20-го столетия, признанного классикой отечественной литературы и ее первого Нобелевского лауреата Ивана Бунина, отличается большой сложностью. Ибо в судьбе и в книгах писателя по-своему преломились судьбы России и ее народа, острейшие конфликты и противоречия времени. Такой разный и такой незаурядный. В каждом из своих произведений писатель предстает, как герой своего времени, с принципами и устоями, свойственными его эпохе. То, что тема оказалась интересной, говорит полный зал. И взрослые, и дети пришли принять участие в этом мероприятии, несмотря на все препятствия. Звучит музыка, звучат стихи, и мы рады, что это происходит, и что литература вечно. Практика проведения литературных вечеров давно и плотно закрепилась в системе работы Российского центра науки и культуры. Их незаурядность и особый организационный подход всегда оценивают зрители, которые с удовольствием приходят, чтобы открыть для себя творчество классиков русской литературы. Этот открытый диалог особый след оставляет в судьбе школьников и студенческой молодежи. Познакомившись со сложной книгой ближе, невольно захочется обратиться к ней вновь и вновь. Мы хотим приобщить и молодежь, и студенчество к чтению русской классики, русской литературы. К сожалению, сегодня мы все наблюдаем такую тенденцию изменения формата чтения, изменения восприятия молодежи в целом литературы. Все хотят читать какие-то короткие отрывочные произведения, какие-то короткие сообщения, мессенджи. А мы как раз хотим показать ребятам, как необходимо читать полноценную, ну не тяжелую, а, наверное, глубокую литературу, вот русскую классическую литературу. Именно она воспитывает человека, делает из него настоящую личность, личность глубокую, наполненную знаниями, наполненную его пониманием. На оставшиеся два месяца у организаторов уже продумана достаточно плотная и интересная программа. В ближайшее время в российском центре состоится литературный вечер, посвященный Федору Достоевскому. Так что следите за афишами.